Всем привет, вы на канале Стивен Геймс, и сегодня я хотел бы заснять еще один свой подкаст. Да, я уже не записывал его около месяца, довольно долго, но, блин, не было времени, не было времени, да и вообще не о чем было говорить. Сейчас появилась такая насущная тема, как почему не выходят ролики, где же они, не было целых два дня или три дня, либо день. В общем, не важно, главное то, что их не было какой-то длительный промежуток времени, и все начали уже, естественно, паниковать. Сейчас я объясню, с чем это связано, почему, зачем и как. В общем, что ж, в воскресенье меня вообще не было в городе, я ездил в столицу, в город Минск, много задают вопросов, с какого я города, так, знаете, я из Могилева, чтобы, блин, все знали, наверное, и больше вопросов таких не было. Да, я из Могилева, ездил в Минск, пригласила, в общем, одна компания, не буду вдаваться в подробности, так как в любом случае многие, возможно, меня не поймут. Скажу только одно, то, что YouTube теперь доступен в Беларуси официально, официально. Раньше тоже он был доступен, но не было, как бы, домена YouTube.by, не было, как бы, официальной поддержки белорусского YouTube. В общем-то, ничего такого не было. Когда вы создавали канал, канал вы создавали, в принципе, неофициально. Сейчас вы можете это сделать в Беларуси, например, если вы живете официально, и поэтому все стало официально. И меня пригласили на встречу, где это все рассказали, провели небольшую презентацию. В общем-то, я посидел, посмотрел, все понравилось. Все было круто, увидел некоторых белорусских блогеров, о которых даже раньше вообще не знал. Да, я сейчас о многих уверен на 100%, не знаю, но в любом случае было довольно интересно. Поэтому, что ж, могу показать, что за компания, может, кто уже и в курсе, может, кто не в курсе. Вот, мне дали такой бейджик, в общем-то, такие вот дела. Что ж, теперь перейдем к тому, почему не было роликов. Вот, в принципе, поэтому их и не было, потому что я не был целую неделю, ой, неделю, целых два дня, целых два дня что-то я загнул, неделю. В субботу я тоже не выпускал ролики, были дела, в воскресенье, опять же, такие же проблемы. Ну, поэтому так все и получилось. Да, и следующая тема, следующая тема, это, конечно же, стримы. Каждый раз я затрагиваю, потому что многие спрашивают, возможно, кто-то появился только на канале, нас уже 25 тысяч человек, уже в скором времени 26 тысяч будет. Два дня назад было 25, уже почти 25 тысяч 500 человек, это очень круто, это суперски. Всем спасибо за то, что подписываетесь, за то, что смотрите мой контент и пишете то, что нравится. Блин, я этого не ожидал, естественно, когда запускал канал чуть меньше года назад, это было, по-моему, в конце декабря, в начале января, но все-таки это было. И на тот момент я даже не подозревал, что дойду до такой цифры, но оказывается все получилось, все довольно-таки неплохо. Что ж, и поэтому, поэтому задается очень много вопросов насчет стримов, будут ли стримы и когда они будут. На днях, а именно вчера, скажем так, приходил чувак из Белтелекома, да, такой вот мужик из Белтелекома, если кто не в курсе, Белтелеком это компания, которая предоставляет калечный интернет и хороший интернет белорусам. Калечный интернет это тот интернет, который на данный момент находится сейчас у меня, да, он вообще, это бред полнейший, я даже цифру называть не буду, с какой скоростью он отдачу делает, там в килобайтах все разнится. Поэтому нереально не загружать ролики, а стримы делать особенным. И поэтому он приходил и говорит, что все скоро будет, окей, скоро подрубим оптоволокно, будет шикарный нет, все будет супер, зашибись, да. И в принципе, в принципе, я надеюсь, что это когда-нибудь случится, конечно, мне обещали это еще в июле сделать, я даже на этот, по этому поводу тоже подкаст сделал и как бы ждал, ждал, что в июле появится интернет нормальный. Но нет, только в октябре, вот второй раз посетили, поверили там какие-то провода, которые еще в мае приходили, подключали, сказали, что все работает, все окей, все скоро будет. Они говорили это и в прошлый раз, поэтому я не буду обещать по датам, когда будет стрим, потому что он может быть через неделю, может быть через месяц, может быть через год. Хотя нет, год это уже навряд ли, тогда я в любом случае проведу стрим, не знаю каким образом, но проведу. Поэтому такие вот дела, будем ждать, будем ждать нормального интернета и я думаю, что все у нас получится. Что ж, ну и последняя тема, последняя тема это, наверное, Clash of Clans и MKX. Эта борьба идет с двух сторон, потому что кто-то просит Clash of Clans, кто-то просит MKX. Я не успеваю выкладывать сразу и то, и то, и поэтому я выкладу сегодня, сегодня вторник, первый Clash of Clans, потом за ним будет MKX. И в скором времени, возможно, уже вышло, возможно, уже вышло обновление, обновление по Injustice, потому что в Injustice есть обновление, мне в личку уже очень много сообщений по этому поводу пришло. Буду ли я обозревать его, не буду ли я его обозревать? Конечно же буду, блин, как же без обновления Injustice? Это ж, ну я не знаю, без него никуда, поэтому в любом случае я сделаю не то, чтобы обновление, обзор на это обновление. Посмотрим, что там появилось. Говорят, что куча новых плюшек, это, конечно, классно. Да, и, конечно же, конкурс по FIFA 15, он закончится в конце, не в конце недели, в понедельник, в понедельник, в следующий понедельник, потому что я решил неделю его продержать, а потом уже, конечно же, прогласить, не прогласить, а высказать свои, там, не знаю, выводы, ну и, конечно же, рассказать вам результаты этого конкурса, кто победил, кто проиграл и так далее. Я уже замечаю, что некоторые не оставляют ссылок, просто пишут «Я участвую», поэтому, ребят, оставляйте ссылки, когда... Либо, если вы не оставили ссылку, попробуйте как-нибудь отредактировать сообщение и вписать туда эту ссылку, потому что это очень важно. Если вы напишите «Просто я участвую», я вас никак не смогу найти. Максимум, что вы у меня в друзьях есть, и я смогу как-то в контакте вас по имени найти, ну это максимум. А так навряд ли, навряд ли, поэтому, блин, в любом случае ссылка нужна, поэтому сразу предупреждаю всех и каждого. Ну и в конце, в самом конце я хотел бы вам рассказать о том, опять же, о Минске, о Минске. Многие просили меня сделать влог, как я поеду куда-то, что-то сниму и так далее. Сразу скажу, что я не умею этого делать, и как бы, если посмотреть на меня, я, наверное, совсем не бьюти-блогер какой-то, я не там лайфстайл снимать, я вообще не умею. И поэтому, ребят, я снял для вас небольшой отрывок, чтобы вы посмеялись, посмотрели, что я это не умею делать, и, в общем-то, оценили просто, оценили и высказали свою оценку, что это говно и так далее, наверное. Поэтому что, сейчас в конце будет небольшой ролик, поэтому что ж, смотрим его. Всем привет, вы нагнались, Стивен Геймс, и сегодня мы очутились в Минске вместе с этим человеком. В общем-то, честно говоря, здесь не похоже, что мы находимся в Минске, как будто бы мы в какой-то поселок приехали, но на самом деле это не так, это реально не так. Просто так получилось, что мы дошли до одного места, и сейчас нужно немного потусить, так как лень туда идти, честно. В общем, в чем состоит суть? Что это было? Ладно, не важно. Поезд? Ну ладно, хорошо. Это был поезд, а в моем городе поездок не ходят, поэтому как бы еще одно... Еще один плюс того, что мы находимся не у себя в городе. В общем-то, в чем суть этого влога? А в чем суть этого влога? Зачем я это все записываю? Записываю я это потому, что многие просили меня записать влог, а я, честно говоря, никогда этого не хотел делать. Сейчас я решил попробовать это сделать. И еще один момент, это то, что... Это то, что, может быть, хреново слышно меня, так как все-таки микрофон от телефона, и сейчас я записываю на сам телефон. И поэтому, по сути, запись может немножко быть дебильной, из-за ветра. Ну, вроде его как нет. Сейчас нам нужно спуститься. Ну, я не знаю, вы видите, да? Какой спуск. При том, что прошел дождь, и поэтому... Так, ладно. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо, блин. Ё-моё, я что-то... Так, так. Отлично, отлично, отлично. Блин. Замечательно. Все. Все готово. А теперь будет вопрос один только. Как подняться теперь наверх? Возможно, я в Минске покажу и много мест. Возможно, нет. Тут в зависимости от того... Блин, опасно тут стоять. Еще не могу телефон уронить в воду. Все зависит еще от того, насколько все будет хорошо записываться. Да, и плюс еще мне бы хотелось, я не знаю, побродить по центру, показать что-нибудь. Но, блин, я не знаю, что здесь показывать. Я только что с вокзала, и поэтому такие вот проблемы. Куда бы пригласили, пока что говорить не буду, потому что, собственно, это не самое, наверное, интересное для многих. Для многих. Ну, возможно, позже расскажу. Кстати, вот там вот этот человек, который стоит сзади, это чувак, у которого есть инстаграм. Поэтому ссылка будет в описании. Подписывайтесь на его инстаграм. Блин. Инстаграм. Да, я просто им особо не пользуюсь, поэтому выговорить не могу. Поэтому там куча фотографий будет. Не знаю, честно говоря, каких. Сейчас он снимает просто туман. Но я думаю, что-нибудь больше туманной будет. Какой-нибудь, я не знаю, селфи, возможно. Возможно, что-нибудь еще, хотя мы селфи особо не делаем. Да, в общем-то, такие вот дела. Снимаю я на свой старенький телефон, поэтому качество записи соответственное. Соответственное. Ах, и да, забыл еще сказать, почему не вышли серии по многим играм. В воскресенье имеется в виду, блин, жарковато. А, в воскресенье. По той причине, что в воскресенье нахожусь здесь. Вот и вся причина. Что ж, погнали дальше. Как добрый дурка, идем, блин, искали. В начале уточек сняли, потом, блин, сейчас идем по какому-то непонятному озеру. Это что вообще? Не знаю, речка. Ну да, речка, точнее, не озеро. Что за речка? Непонятно. Кстати, кто-нибудь знает вот эти вот два здания? Что это за здания, если кто-нибудь есть из Минска вообще? Я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что вообще из каких-нибудь областных городов есть гораздо больше людей, чем, например, со столицей. Поэтому, ребят, я, честно говоря, на 100% уверен быть не могу. Оба-на, отлично. Но, скажу сразу. Например, вот, если я сейчас записываю, то вот эта камера снимает гораздо лучше, чем, например, фронтальная, когда я сам себя записывал, чтобы хотя бы в лицо себя видеть. А ты, честно говоря, иногда такой смотришь, не понимаешь, что ты снимал. Ну, я один раз пытался сделать что-то по типу, и там показалось, что я вообще не лицо свое записывал, а кое-что другое. Но это не важно, это не самое главное. Кстати, вон с того берега, если посмотреть, то люди на нас очень странно смотрят, потому что, как бы, здесь вообще ходить, вроде как, нельзя. Ну, наверное. Ну, как я полагаю, хотя, может, и можно. А смотри, смотря, есть там лестница или нет. Если вот на этом мосту есть лестница, то, по сути, можно ходить. Если лестницы нету, то нельзя. Нет, там лестницы нету, слышишь? Да там лестницы нету, поэтому навряд ли здесь... Что? Скорее всего, так придется делать. Отлично. Отлично, забрали с какой-то ЖЖ... Ну, ладно, неважно. В общем, мы увидели этот ролик, и это жесть, это просто жесть. Мне показалось, что я бы отснял и дальше, я бы снимал и дальше, но я про это совсем забыл. Я сразу скажу, что реально вот... Я как начал часов в 11 какой-то отрыв записывать, я потом, как сходил на эту презентацию, я просто уже про все забыл. Реально забыл, у меня еще было 4 часа, где я мог потусить по городу, походить, посмотреть на разные места, в общем, то, что я и сделал. Поесть обязательно, так как реально я не поел, как выезжал из дома, из Могилева в Минск, я не поел вообще. И там я до 4, наверное, до 3 часов просто сидел такой, думаю, ах, да что ж такое, уже информация в голову не лезет. Но как-то приходилось, как-то приходилось, отмучился, все нормально, сходил, покушал, походил по городу, посмотрел на разрушенный стадион Динамо. Он сейчас выглядит как Колизей, реально как Колизей, потому что если в Рим на Колизей посмотреть и на разрушенный стадион Динамо в Минске, это практически одно и то же, если кто видел его, я думаю, те, кто из Минска, видели. И напоследок тот, кто, тот, кто, например, нет, давайте сделаем так, не тот, кто в Минске, а вообще напишите, кто из какого города. Мне кажется, многим будет это интересно увидеть, даже и мне самому это будет очень интересно увидеть, так как я информацию только знаю по статистике в Гугл, а там написано Армения 10%, Беларусь 12%, Россия там 60%, Украина 30% и так далее. И, в общем-то, Казахстан тоже есть. И поэтому таким образом получается, что я знаю только проценты людей, а кто из какого города, не знаю. Поэтому в комментариях напишите, кто из какого города, я думаю, многим будет интересно. Можете, может найдете кого-то с одного и того же города, будет, я думаю, прикольно. Что ж, все, на этом все. Всем спасибо за просмотр, если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока!